МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В складе делегаций российских журналистов простонники союзной газеты «Беларусь-Россия», газет «Вечерняя Москва» и «Комсомольская правда», «Радоя России», «Часопица Российская Федерация сёння». А про шатаго подрыхтовать материалы об беларуско-российском братырстве у часы Великой Отшины войны выказали жадания журналисты широкого региональных СМИ. У праватности Ржевского вестника и Тверских ведомостей. По словам простонников российских выданий, сёння тема историчных и политичных выникал Великой Отшиной, снова набывая актуальность. Бо в свете всё больше часто предпринимаются спробы снизить ролью Советского Союза в перамозе над немецким национал-социализмом. «У меня родители, слава богу, выжили во время войны, но у меня родной дядя на фронте погиб, брат по линии мамы. А родители прошли всю войну, они ушли на фронт, им было 20 лет. И вот отец был танкистом, мама была врачом в медсанбате. Всю войну они прошли от первого до последнего дня. Так что для меня эта память ещё и кровная, что называется генетическая. Мы обязательно должны это хранить и рассказывать молодёжи, потому что если молодёжь не будет знать свою историю, то вы знаете, да, кто не помнит уроки истории, обречён повторить их вновь». Погоня улепших традиций голливудских блокбастеров развернулась на улицах Гомеля. Некольки экипажа УДАИ, спецплан «Перахо» пусть у этого супраць автомобиля «Москвиш» и огонь нецвярозого водителя. Правоохонники кажут, что такого ещё николи не бачили. Увагу правоохонников, этот «Москвиш» протягнул ещё на заправочной станции в Новобелевском районе. На потребование предъявить документы водитель одраговал вельми радикально. И он запустил руховик машины и худко покинул заправку. За порушальником распошалась погоня. С початку Москвы швяли три экипажа, потом ещё две машины ДПС пробовали спонять рух недобросумленного гонщика. Таким шином они проехали про основобилицу и накировались в пригород. Далее кортеж с червонными проблесковыми огнями рухался в бок посёлка Романовичи. На этом шляху после папереджения был открытый огонь стабильной сброи. А лишь водителя «Москвича» это не спынило. Больше того, на одном зушастков дороге его 19-годовая пассажирка, подчас худкого руху, покинула машину. Дверь авто отшинялась только с правого боку, а туль так само подчас руху выскошил и водитель. Позднее высветлилось, что он не имел посвящения на право кирования автомобилем и был не тверозым станем. Сотрудниками ГАИ было принято решение об использовании оружия. Сделав предупредительные выстрелы вверх, они начали стрелять по заднему левому колесу. Пробив его, однако водитель всё равно продолжал движение. И впервые в такой практике наши сотрудники столкнулись с тем, что пассажирка прямо на ходу решила покинуть автомобиль. За ней последовал и водитель, поняв то, что ему никак не удастся уйти от преследования. На небольшой скорости он также выпрыгнул из автомобиля и попытался скрыться с бегством, но был настигнут с сотрудниками. У Гомельской области пройдет проверка автоматизованной системы централизованного оповершения громадянской обороны с заключением электросирен. И она будет проходить с 24 по 26 червеня. У областного управления МНС вертаются с просьбой до насильства заховывать спокой, заставаться на своих местах, уважливо прослуховать поведомления диспетчера по повершении центра оперативного окирования областного управления МНС. Автоматичная пожарная сигнализация допомогла выявить узгорание в Жлобинском семейном интернате для просолных и выротовать двух неполнолетних детей. Праз пять хвилин, после поведомления вахтера интерната об пожары, некольки машин уже были на месте. Воротовальники промали меры по локализации узгорания. Гарила мягкая мебля в семейном блоке. Миновит из этого помешкания, до приезда пожарных, были выротованы двух- и трехгодовое дитя. Дарыши дитяше свобольство и провело до пожару. Докладные электрокипятильники, какие не были ими, с вашей особой выключены сетки. Пожар был обнаружен системой автоматической пожарной сигнализации. Вахтер общежития действовал согласно инструкциям. По сигналу сообщила в службу спасения и пошла проверять комнаты. В результате ее обхода она увидела задымление в комнате, открыла дверь и спасла туда двух детей 2012 и 2013 года рождения. В результате пожара пострадавших нет. С момента прибытия подразделения МЧС на пожар до полной ликвидации горения прошло не более семи минут. Увездцы Прибор Гомельского района отбылась урочистая церемония закрытия областного оздоровленного профильного лагера по основам безопасности життедейности. На протягу 9 дней ребята из разных кутков региона удельничали в интересных тематичных занятках, спортивных конкурсах и творческих викторинах. Лагер был организован на базе Приборского державного аграрно-технического лицея. Тут же прошел областный взлет отраду юных воротовальников пожарных. Вероника Ворошилина, Володая под обязанностями. За час проведения областного оздоровленного профильного лагера по основам безопасности життедейности и взлету отрадов юных воротовальников пожарных ГТР-бяты прошли огонь в аду и медные трубы. Зразумело, не в литеральном сенсе, а по часам отликих тренировочных мероприемств и показальных выпробований. Тут собрались и сопроводные знавцы, готовые отримывать новые веды и делиться своим уластным опытом. Меж тем, организаторы мероприемств Гомельское областное управление МНС и управление адукацией або выконками упълненное. Юный взрослодельников в этой справе только на корысть. Чем раньше мы в данном случае заложим им знания по безопасности жизнедеятельности, тем больше можем рассчитывать на то, что это все потом реализуется в дальнейшей жизни. И у нас будет сокращаться и количество чрезвычайных ситуаций, будет сокращаться количество погибших, пострадавших в этих чрезвычайных ситуациях. Потому что практически 100% всех ЧАЭС это дело рук человека. Либо в том случае, если он что-то делает, что не нужно делать, либо забывает или не делает то, что необходимо в данной ситуации было сделать. На урочистой церемонии закрытия отбылось и узнагороджение переможцев и призеру у каждой из конкурсных номинаций, как у индивидуальных заликах, так и огульнокомандных. Подчас проведения областного лагера и взлету ребятам была пропонована насыщенная споборницкая программа. Огляд строя, боевое разгортывание, оказание первой медицинской допомоги, вырятовальные работы на открытой мясцовости и многое иншее. Одным из наибольши ярких конкурсных упробований стала творчая презентация деятельности Белорусской молодежной громадской организации вырятовальников пожарных. По выниках у всех пропонованных ребятам конкурса уладальниками третьего места стали наученцы гимназии номер 58 города Гомеля. На другую приступку пьедыстала поднялись в ушне середней школы номер 7 города Решицы. Переможцами областного взлета от рада у юных вырятовальников пожарных и оздоровленшего профильного лагера по основам безпеки житедейности признанные наученцы середней школы номер 60 города Гомеля. Мы участвуем не первый год, мы участвуем на областных соревнованиях уже третий год, держим первенство третий год. Девиз – когда мы едины, мы непобедимы. В арта отзнашить, все летние переможцы за усеты трапляют у спис лидеров. Такая закономерность не выпадковая. Худший заклад постоянных тренировок от рада у юных вырятовальников пожарных. А так само удалось получение терротичных ведов и практичных умений у команды. И тяга до новых ведов у голени основ безопасности житедейности. Вероника Ворошилина, Валерия Габанько, телерадоя компания «Гомель». У картины галереи Гаурила Вашенки открылась выстава живописной графики гомельского майстра Татьяны Майской. Экспозиция в образе эмоций такую назву отримала не выпадково. Творчие работы, которые наполняются для строя стольки самые ширые и яркие эмоции и подшутки. Прогажусь и загадковость авторских работ Татьяны Майской. Одним из первых оценили наши корреспонденты. И она пишет верши, створяя авторскую бюджетерию любить подорожнишать. Угэта тяжко поверить, але самореализацияю графицы и живопису для гэтага креативного, поспехового гомельского майстра звычайное хобби. Персональная выстава Татьяны Майской в образы эмоций натханяя и наводясь на думки. Представленные работы одразниваются лиричностью сюжетов и неполторным же ночным показать мое отношение к миру. Это чисто мои эмоции, мои чувства. Отношение к каким-то ситуациям в этой жизни, отношение к чему-то происходящему возле меня, отношение к любимым людям, к друзьям. У своей творчести Татьяна Майская постоянно экспериментуя с формой, фактурой и колером. Ее картины изъявляются эмоцийными и колоритными по своим сенсовым и колеровым наполнениям. Экспозиция в образы эмоций уключила больше за 60 работ, які одлюстровывают ширые и яркие эмоции и почутки. Это уже не первая персональная выстава Татьяны Майской. Ее работы в городе над Сожем добро ведают, вельми любят и чекают. Я думаю, что каждый человек сможет найти что-то свое. Когда ходишь от работы к работе, тебя просто переполняют. То одно, то второе. И думаю, что если долго находиться среди работы, то может послужить таким хорошим толчком для какой-то деятельности в жизни. Вероника Ворошилина, Сергей Нейревич, Игорь Марышченко, Дмитрий Радян, Кателли, Радиокампания, Гомель. И на этом поколе все за развитие подеек, сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До побочения. Редактор субтитров А.Семкин